С сегодняшнего дня в школах страны начинается проверка по особому порядку. Данная проверка подразумевает оценку состояния готовности учебных заведений к возможному возобновлению очных занятий во второй четверти. К завершению близится ремонт тепловых сетей в городе. На сегодняшний день большинство объектов уже введены в эксплуатацию. Накануне днем произошло два возгорания. В одной из квартир многоэтажного дома загорелся балкон, а в другом случае пламя охватило заброшенный дачный домик. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. Заметно прохладнее станет в ближайшие дни в октябре. На завтра синоптики прогнозируют погоду без осадков. Ветер умеренный 9-14 метров в секунду. Ночью возможно заморозки до минус трех. Днем температура воздуха будет держаться в пределах 12-14 градусов выше нуля. С сегодняшнего дня в школах страны начинается проверка. По особому порядку заявили в межведомственной комиссии. Данная проверка подразумевает оценку состояния готовности учебных заведений к возможному возобновлению очных занятий во второй четверти. В одной из городских средних школ педагогический состав уже готов к работе в очной форме обучения. В средней школе номер 56 преподавательский состав с нетерпением ждет проведения привычных занятий по своим предметам. На сегодняшний день из 1900 учеников школы 532 ребенка обучаются в дежурных классах с первого по четвертый. Как пояснили в руководстве учебного заведения, ежедневно от родителей дают самих учеников. Находящихся на дистанционном обучении приходят заявки, где они изъявляют желание посещать школу. Учен много было заявок. Мы начали немножко первое время, первые классы всем почти пришли. А вот вторые, четвертые классы мы немножко не хотели, потому что побоялись. А сейчас уже очень много было заявлений родителей, и мы дополнительно заявку подали на городской отдел образования. И вот сегодня четвертые классы открылись. Две группы по 30 человек, по две группы на казахском и на русском языке по одному классу. У дверей школы посетителям измеряют температуру, затем проверяют наличие медицинской маски, а при необходимости выдают перчатки и бахилы. Сейчас, как рассказали педагоги, встречать своих детей и родителям разрешено лишь на улице, во дворе школы, где есть разметка для соблюдения дистанции. Но как поступать в холодные погодные условия, они пока не знают. В каждом из классов также соблюдаются санитарные правила. Все ученики носят маски и при входе в кабинет обрабатывают руки антисептиками. В этой школе на протяжении всего учебного дня, который сейчас длится с 8 утра и до 16.00, несколько раз проводится влажная уборка помещений. Школьная столовая временно не работает, поэтому ученикам разрешено приносить обед и перекусы с собой. Временной интервал между занятиями тоже изменился. Сейчас одна перемена длится 15 минут. Они все хорошо относятся и хотят, чтобы в оффлайн было обучение. И они готовы сейчас работать в оффлайн режиме. И у нас еще будет дополнительное здание. И все учебные кабинеты уже почти готовы. Мы надеемся, дальше мы продолжим в том же здании, в новом здании. И все расписания, все обратно будем составлять. Но под группами работает очень удобно для учителей начальных классов. По данным Межведомственной комиссии Республики Казахстан, ранее из 697 проверенных в стране школ в 134 выявлены нарушения санитарных требований. При этом основная часть нарушений пришлась на сельские школы. А по завершению проверки комиссия даст оценку состояния готовности школ. И уже после будет принято решение о возможном возобновлении очных занятий во второй учебной четверти. Тамири Жумабаева, Сергей Калашников, программа «Факт». Деньги на строительство школы стоимостью полтора миллиарда тенге украли в Ак-Тубе, сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Казахстана, пишет Кастак. Между отделом строительства города Ак-Тубе и одним из товариществ заключен договор о государственных закупках на строительно-монтажные работы. Строительство средней школы на 900 места в одном из жилых массивов города Ак-Тубе на общую сумму полтора миллиарда тенге в рамках реализации государственной программы. Однако заявленные работы выполнены не в полном объеме. Предварительная сумма ущерба составляет 21,8 миллиарда тенге, говорится в сообщении. Начато досудебное расследование. Проверяется причастность должностных лиц государственного органа к факту хищения, уточнили в Комитете по финансовому мониторингу. К завершению близится ремонт тепловых сетей в городе. На сегодняшний день большинство объектов уже введены в эксплуатацию. В этом году всего было запланировано отремонтировать 51 объект внутриквартальных тепловых сетей. Работу выполняли три подрядные организации. С 1 октября в Актюбе начался отопительный сезон. В первую очередь тепло подают в социально сдачные объекты – школы, садики и медучреждения. А затем, как правило, с 15 октября и в квартиры актюбинцев. Однако ремонт теплосетей в городе еще не на 100% завершился. Всего в этом году запланировано отремонтировать 51 объект тепловых сетей. Работу выполняют три подрядные организации. На сегодняшний день еще на шести объектах идет ремонт. Последние и самые большие работы по реконструкции сейчас ведутся на третьей присоединительной теплотрассе от улицы Тургенева до 312-й стрелковой дивизии. Сегодня работы близятся к финальной стадии. К 20 октября подрядчик обещает закончить. На данном участке производятся работы по реконструкции теплосети от улицы Тургенева до 312-го. Общая протяженность трассы 875 метров. Из них более полтора километров трубы, предизолированные диаметром 720, стенка 8 миллиметров. Данный участок планируется сдать до 20 октября этого года. Общий объем сделанных работ более 85%. То есть вы уже на стадии завершения? Да, мы на стадии завершения. Остается благоустройство и основное соединение к воду номер три, то есть к задвижкам. В целом подготовка к отопительному сезону в этом году проходит с некоторыми неудобствами. Вот, к примеру, жители по улице Тургенева из-за ремонта теплосети без горячей воды провели полмесяца. Сейчас уже все нормализовалось, в домах есть и отопление, и горячая вода. Однако ситуацию омрачают вырытые ямы близ домов. Ремонт сетей как раз пришелся на часть тротуара, поэтому беспрепятственно здесь сейчас ходить довольно сложно. Но и это обещают исправить ближайшее время. В отделе ЖКХ сообщили, что все улицы, где проходил ремонт, до конца текущего года приведут в надлежащий вид. Прибирать за собой обязаны подрядные организации. Кристина Вейц, Алексей Уразов, программа «Факт». 570 пожаров произошло в Октябрьской области с начала текущего года. Большая часть из них возникает в жилом секторе. Накануне днем произошло два возгорания. В одной из квартир многоэтажного дома загорелся балкон. В другом случае пламя охватило заброшенный дачный домик. Пострадавших нет. За прошедшую неделю на территории Октябрьской области произошел 21 пожар, большая часть из которых это жилой сектор, в котором произошло более 10 пожаров. Значит, на текущих выходных резонансными такими пожарами стали пожары, произошедшие 4 октября. Первый это по проспекту Абыл-Хайрхана. На седьмом этаже загорелись домашние вещи. Причиной пожара этого стало неосторожное обращение с огнем. Второй пожар в этот же день произошел на территории садоводческого коллектива УВД-3. Происло загорание дачного дома, нежилого. К сожалению, дачный дом полностью сгорел. С начала текущего года 306 пожаров только в жилом секторе. Ущерб от них составил 120 миллионов тенге. Основными причинами возгорания пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Помимо этого, чтобы избежать возгорания, сотрудники ДЧС рекомендуют не сжигать мусор близ жилых домов и хозпостроек. По правилам пожарной безопасности, сжигать мусор ближе 50 метров от строений запрещено. Чрезвычайный полномочный посол Азербайджана в Казахстане Арашат Мамедов призвал Казахстан помочь Азербайджану в вооруженном конфликте с Арменией, сообщает Спутник. Посол подчеркнул, что Казахстан официально не признавал отделение Нагорного Карабаха от Азербайджана и выступает за целостность республики. При этом сейчас на территории Казахстана, по его словам, идет распространение недостоверной информации о вооруженном конфликте на границе Армении и Азербайджана. Рашат Мамедов напомнил, что по всем международным соглашениям территория Нагорного Карабаха входит в состав Азербайджана, поэтому сейчас ведется освободительная война. Посол напомнил, что Армения является членом организации договора о коллективной безопасности, в которую также входит и Казахстан. «Мы нуждаемся в моральной и политической поддержке Казахстана в соответствии с международным правом. Конфликт должен быть решен мирно в соответствии с резолюцией безопасности ООН и других международных документов», заявил посол Азербайджана в Казахстане. За мирное решение конфликта выступают и те актюбинцы, кто следит за событиями в мире и ближним зарубежьем. «Что нам делить-то? Всего-всего есть. Живите и радуйтесь этой жизнью. Что еще надо? А это печалит, это больно. Все-таки я повторюсь, что мы дети советского Союза, мы росли одной страной, одним миром, как бы, да? Что делить? Это мир не имеет национальности, не имеет никаких каких-то условностей. Мир – это есть мир. А то, что даже у них вот сейчас вот это идет, это больно». «Да не знаю, что там. Это политика не в том теме». «Я считаю, что как бы по сути практически братский народ. Они много лет прожили совместно на одной территории. И такой нехороший политический вопрос. Все-таки надо найти какое-то решение компромиссное. То есть я за мир». Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявила, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть жертвы. В свою очередь, Министерство обороны Армении сообщило, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана. Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Арай-Карутюнян ввел военное положение. В Армении также введено военное положение. Казахстан выразил глубокую обеспокоенность эскалации конфликта и призвал стороны к переговорам. Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности. Кроме того, Совет безопасности ООН выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о широкомасштабных боевых действиях в зоне конфликта. Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь и приступить к предметным переговорам без предварительных условий, а также выразил полную поддержку центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Ирина Гуль, Сергей Калашников, по материалам интернет-изданий, специально для программы «Факт». А врачи берлинской клиники Шарите, как и их коллеги из России, не нашли следов боевых отравляющих веществ в анализах блогера Алексея Навального. Это сделали уже в лаборатории Бундесвера, сообщает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России. Цитирую. «Мы до сих пор не знаем, французы и шведы сами брали анализы или просто немцы им эти анализы передали. И то, что наши партнеры пытаются держать все в тайне, как говорят у нас, наводить тень на плетень, нас очень тревожит. Мы хотим добиться истины и будем ее добиваться», – сказал Лавров. Россия не сомневается, что Евросоюз попытается применить в отношении России новый режим односторонних санкций за якобы имевшее место нарушение в сфере применения химических отравляющих веществ. Ситуация вокруг Алексея Навального, заявил Лавров. О событиях нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. Кастак сообщает, почти 100 человек заболели COVID-19 и пневмонией с признаками коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Выздоровели от КВИ в Казахстане по официальным данным 103 277 человек. Семь школьников заболели коронавирусом в Алматы в сентябре. Об этом рассказал главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает «Тенгриньюз». Все они заболели, находясь на дистанционном обучении, эпидемически не связаны друг с другом, подчеркнул Бекшин. Кастак передает режим карантинных ограничений, ослабят 6 октября в Алматы. 6 октября в Алматы разрешена работа театров. Заполняемость не более 50% от количества посадочных мест, сообщил главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин. Также в городе продлен режим работы с 10 до 0000 для объектов по оказанию бесконтактных услуг населению. Разрешена деятельность объектов общественного питания, расположенных в отдельно стоящих зданиях, с режимом работы с 5.00 до 0000, добавил Бекшин. Кастак передает 9 человек. Погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Атараусской области, сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Жуткое ДТП произошло 4 октября. В результате столкновения двух автомобилей, Рено, Дастеры и Грили, на трассе Атарауа в Тубе погибли оба водителя и все пассажиры. Всего 9 человек. Личности погибших устанавливаются на месте, работает следственно-оперативная группа, написал Тургумбаев на своей странице в Facebook. По данным Кастак, беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов получил политическое убежище во Франции, сообщила его юрист и соратница Бота Джардер Мали. Национальный суд по вопросам убежища Франции вынес решение о признании Мухтара Аблязова политическим беженцам, написала Джардер Мали на своей странице в социальной сети. Напомним, дело против Аблязова возбудили в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В июле 2013 года Алергарх был арестован на территории Франции. Его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу. После этого защита Аблязова направила ходатайство в Государственный совет Франции, который отменил экстрадицию бывшего банкира. Аблязов заочно приговорен в Казахстане к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в заказном убийстве, хищениях и ряде других преступлений. Приговор бывшему ответственному секретарю Министерства иностранных дел Нарбеку Карашеву обсуждают в сети, передает «Энгриньюз». Публикация появилась в телеграм-канале «Протенш». Если у вас дома при обыске нашли полмиллиона евро, скажите, что это ваша зарплата на госслужбе за 20 лет, и вам вернут эти деньги. Бывший ответ Секхмида так и сделал, написал автор поста. В суде Нурсултана прокомментировали информацию. Нарбек Карашев обвинился в хищении денежных средств, выделенных на строительство здания посольства и НДС, а также в получении взяток от предпринимателей и легализации денежных средств. Прокурор в ходе судебного процесса отказался от обвинения Карашева в получении взяток и легализации. Суд принял отказ прокурора от обвинения, в частности, получения Карашевым взяток и легализации денег. Отказ от обвинения для суда является обязательным, поэтому суд в указанной части производства по делу прекратил. В дальнейшем в отношении Карашева рассматривалось дело в части хищения денег на строительство посольства и НДС. Факт хищения денег судом не установлен, поэтому действия Карашева переквалифицированы на злоупотребление должностными полномочиями. Приговор суда номер 2 Нурсултану от 18 сентября 2020 года ему назначено 2 года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил, стороны, в том числе и прокурора, вправе его обжаловать, сообщили в пресс-службе. Об аресте Карашева стало известно еще в 2018 году. Его подозревали в получении взятки в крупном размере. Занимая ответственную государственную должность, он покрывал противоправные действия руководителей подведомственных организаций министерства. За это Карашев на системной основе получал от них незаконное вознаграждение, составившее свыше 10 миллионов тенге, сообщили тогда правоохранители. В Актау прилетела первая стая фламинго. Краснокнижные птицы остановились в пригороде на озере Караколь, передает Тенгриньюз. По словам специалистов, в Актау фламинго прилетели с озер Тенгиз и Каргалжин. В связи с похолоданием птицы улетают на юг в Хазарский заповедник или дальше в Иран. Сейчас на Рикотовой небольшой блок рекламы и далее в программе «Факт» вы увидите. А в нашем регионе продолжается прививочная кампания против гриппа и ОРВИ. Напомним, плановая вакцинация казахстанцев от гриппа началась 15 сентября, на две недели раньше стандартного срока. В минувшие выходные в Актобе прошла сельскохозяйственная ярмарка. Мероприятие было приурочено к открытию очередной мелкооптовой торговой точки «Халык-Сауда» в жилом массиве «Новый». Сегодня в областной юношеской библиотеке Мнисаги Жейнбаева состоялся вечер поэзии «Жира Керуен». Свои произведения актюбинской аудитории представили юные поэты из разных регионов страны. Так вы еще нигде не отдыхали. Ресторан «Зимний сад» – настоящий райский сад, где исполняются желания. Отдых среди прозрачных ручьев, экзотических растений и водопадов с живой музыкой и отличной кухней. Мы приглашаем вас провести банкет, свадьбу, корпоратив, деловую встречу или праздничный вечер в единственном в Казахстане, удивительном и уникальном зимнем саду. Ресторан «Зимний сад» – вход со стороны ретропарка. Стройте красиво и надежно. Фронтаусский кирпичный завод производит и реализует кирпич керамический, облицовочный пустотелый, одинарный и утолщенный, различных марок, гладкий и с рисунком. Безупречное качество по ГОСТу – 530-2012. Гарантия 148 лет. Всегда в наличии на складе имеется доставка и разгрузка. Нужен кирпич – лучшее рядом. Фронтаусский кирпичный завод. Фронтаусский кирпичный завод. Фронтаусский кирпичный завод. Рикотовы на онлайн-гаранность. Штаблю Рикотовы кизет сайт. В Минздраве решение о ранних сроках вакцинации населения приняли неспроста. Главная задача – добиться выработки у граждан устойчивого иммунитета к вирусам до начала периода острых респираторных заболеваний. Вакцина от гриппа дает иммунитет от 6 до 12 месяцев, сообщали в ведомстве. На сегодняшний день это самый эффективный способ защиты от любых вирусов. Инфекционный агент, содержащийся в вакцине, не может вызвать заболевания, но может стимулировать организм к выработке антител. В Ак-Тубе и районах области иммунизация проходит без ажиотажа, прививки можно сделать в поликлинике по месту жительства. Бесплатно вакцину могут получить дети до 18 лет с хроническими заболеваниями, медработники, беременные, инвалиды с хроническими заболеваниями, пожилые люди старше 60 лет и лица, находящиеся в учреждениях закрытого типа. Специалисты также обращают внимание, что есть группа лиц, кому вакцинация противопоказана. Если у человека острая вирусная инфекция, боль в горле, кашель, температура, то прививаться нельзя. Временно воздерживаться от вакцины необходимо при обострении хронических заболеваний. В том и другом случаях больных прививают после выздоровления или стойкого улучшения хронического заболевания. По рекомендации ВОЗ охват населения должен быть не менее 10%. Платная вакцинация против гриппа проводится в частных центрах и в прививочных кабинетах при поликлиниках. Стоимость инъекции составляет 2-2,5 тысячи тенге. Ирина Гудь, Сергей Калашников, программа «Факт». В минувшие выходные в Ак-Тубе прошла сельскохозяйственная ярмарка. Мероприятие было приурочено к открытию очередной мелкооптовой торговой точки Халык-Сауда в жаловом массиве «Новый». Основной целью открытия этих магазинов является поддержка населения путем установления низких цен на социально значимые продукты. На протяжении двух выходных дней, 3 и 4 октября, у актюбинцев, проживающих в поселке Новый, была возможность закупиться качественной продукцией по низким ценам. В честь открытия новой торговой точки социального магазина Халык-Сауда была организована сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию туда привезли местные фермеры. Цены на товары были ниже рыночных на 10-15%. К примеру, лук, морковь, картофель и свеклу можно было приобрести по 70 тенге за кило. Мясо, а именно говядина, обошлась покупателям от 1600 до 2000 за килограмм. Сегодня у нас в жилом комплексе Гомобороса открылся очередной магазин, мелкоптовый магазин, известный нашим актюбинским жителям под брендом Халык-Сауда. Основная миссия этого проекта, которая реализуется при поддержке местных исполнительных органов, это поддержание низких цен, стабильных низких цен на социально значимые продукты. И, соответственно, это первый сельский округ, где мы открываем этот магазин. И в рамках этого открытия магазина мы сегодня проводим ярмарку местных товаропроизводителей. Это наши партнеры, бренд Ахтюбе-Ед, это известный актюбинским жителям Ахтюбе. Продукция Туо пригородный. Как вы заметили, цены низкие, стабильные. И основная концепция и философия системы магазинов Халык-Сауда сводится к тому, чтобы внести свой вклад в создание продовольственной безопасности в городах Ахтюбе и поддержание этих цен на основные продукты питания. Как показала ярмарка, спрос на местную продукцию довольно большой. К слову, за два дня было продано 10 тонн картофеля, 1 тонна лука и 500 килограмм моркови, а также 200 килограмм свеклы и 500 килограмм мяса. Сами жители поселка тоже остались очень довольны. Ахтюбинцев удивило разнообразие качественных продуктов и, конечно же, низкий ценник. Магазин очень хороший. Я теперь всегда тут буду брать продукты. Спасибо, что открыли. Хорошая ярмарка. Я очень довольна. Цены меня приятно удивили. Картошка, морковка по 70 тенге. И что магазин теперь у нас такой появился, тоже очень здорово. Цены низкие. На сегодняшний день это уже седьмой по счету социальный мелкоаптовый магазин, открытый в нашем городе. Всего таких торговых точек планируют открыть с 20. Среднего один магазин должен охватывать от 5 до 30 тысяч жителей того или иного района. Через данные точки будут реализовывать продукцию регионального стабилизационного фонда. Кристина Вейц, Алексей Уразов, программа «Факт». Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах отмечается Международный день врача. Созданный по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международной медицинской гуманитарной организации «Врачи без границ», этот праздник считается днем солидарности и активных действий медицинских работников всего мира. Профессия врача является одной из самых нужных и актуальных. Октябрьские доктора и медсестры проводят этот праздничный день в обычном рабочем режиме. Ведь даже в знаменательные даты и выходные обязанности медработников остаются незаменимыми. Сейчас идет у нас подготовка ко второй волне пандемии. Но поначалу, когда с марта месяца такой ажиотаж был, конечно, врачам, медсестрам всем было тяжело. Они большой вклад вложили. Я думаю, вот я еще раз повторюсь, в общем, педагогам дали статус. Я в Нуратан писала, но хотя вот такой большой вклад вложили наши медики, но статус, по-моему, до сих пор не дали. Врачам, медсестрам, вообще медикам, младшим медперсоналам нужно поднять зарплату, поднять статус и поддерживать. Для горожан медицинское обслуживание в этом году стало в некотором плане проблематичным. Переход на онлайн-консультации с лечащими врачами, по их мнению, не принес ожидаемых результатов. Но, несмотря на это, есть и положительные мнения актюбинцев, которые с пониманием относятся к сложной работе врачей, вспоминая об их нелегкой работе в провизорных центрах. Как? Внимательные сейчас стали. Вот маленький ребенок полностью его всегда и прослушают, и посмотрят, и этот... Нравится? Да, да, все хорошо. У вас вообще работа как? У наших врачей устраивает? Нет. Почему? Да потому что ничего не знают. Ну они как же борются же за жизнь. Все приболели, вот, например, многие. Работа врачей сейчас очень важна. Они сделали очень многое, особенно во время тяжелой борьбы с коронавирусом. В День врача во многих странах к данному празднику приурочено подведение итогов конкурса в системе здравоохранения с выявлением лучших в разных направлениях медицины. Тамири Жумабаева, Сергей Калашников, программа «Факт». Сегодня в областной юношеской библиотеке Минисаги Жейнбаева состоялся вечер поэзии «Жир Керуен». Свои произведения актюбинской аудитории представили юные поэты из разных регионов страны. На мероприятии присутствовали молодые поэты нашей области, а также из Атрау, Уральска, Туркестана. Бибарыс Узакбаев, студент четвертого курса режиссерского факультета университета имени Мохамбета Утимисова, начал писать стихи три года назад, и тема любви ему очень близка. Я учусь в университете на четвертом курсе, и поэзией увлекаюсь с первого курса. В основном пишу стихотворения про любовь. Мне кажется, что эта тема одна из самых волнующих и красивых для писателей во все времена. В рамках мероприятия была подготовлена также книжная выставка «Ульян Мен Урильген Умер». Тамири Жумабаева, Алексей Уразов, программа «Факт». О спорте. Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнудинов, выступающий за московский ЦСКА, вошел в сборную лучших игроков 10-го тура российской премьер-лиги по версии whoscored.com, передает Вести Киезет. Сборная тура определялась по итогам оценок футболистов после матчей, так как Бахтиер Зайнудинов вышел на игру против Урала на позиции правого защитника. Он забил свой дебютный гол за армейцев. Добавим, что ЦСКА обыграл Урал в меньшинстве со счетом 2-0. После 10 туров армейцы занимают третье место в чемпионате страны с 19 очками. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте.